Сирченкова Глеба Он более раскрепощенный, валежный Видно, что он очень хорошо подготовлен Без сумбура, без суеты Спокойно, рассудительно ведет свой бой На передней руке выдержал Очень хорошо выполняет тренерскую установку Финтит, старается запутать своего соперника И очень хорошо уходит Грамотно уходит после своих отделений Еще раз демонстрирует Сирченкова Глеб не может ничего сделать И вот я вижу, что Глеб руки по себе прижал И вот он установится в легкой цели И выбрасывает руки Он показывает свою старт Да, Даниан опустил руки, да, уже поймал кураж Да, прочитал И за счет работы корпуса Мирканы уходят от ударов Своего оппонента Пока не форсирует события Обеих генер Сейчас только Вытягивает на себя Вытягивает на себя Вот он начинает Уже включаться в силовую манеру Ну, добавляет силу в удары После каждого вызова Сирченков начинает Вот выпад делать Это вот ему не идет на пользу Или вызывает Это на руку Даниана, да? Да, он его на себя вытягивает Можешь сказать Переигрывает сейчас в данный момент Просто соперника Ну, это почувствовал, да, уже Уверенно И сзади рукой атаку одиночным проводит Передняя где-то придерживает И ждет команд трейфери После раз атака, уход Где-то опускает руки Да, и вот здесь вот работу уклонов Да, работу корпусом вызывает Ну, полностью переигрывает Свои оппоненты Да, и второй раунд Также Забирает все Агей в ДНР Послушаем судью информатора Да Что-то вот так девочку Хожу Ну, что Устроен Устроен Войник Понял? Что это за еменько? Устроен 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 Агей Устроен Арган Имеет опыт И устроен На международном уровне Является президентом Международного турнира Комсомольского На Амуре Хорошего боксера Ли of India Эмraine Устроена Чувствительный Вариативный Устроен Ну вот, видите, корректировки вели, да, у Серченкова Глеба. И вот он, ему уже сказали, что два раунда он проигрывает. Ему сейчас надо заходить и переламывать. Он другое предложить не может. Переигрывать, работать на дистанции тоже не может предложить оператор. И поэтому это умело сейчас заходить на ближнюю с большим количеством ударов. Да, вот Серченков застанивается. Чем и пользуется вот Даньяр, да? Да, вот он тоже принимает работу на ближнюю, даже в ближнюю. Видно, что переигрывает. Ну, более разнообразнее в плане защиты и атакующего действия. Вот под углами работа идет, раскачка корпусом побольше. Филипп, данный бой можно использовать в качестве учебного пособия, да? Ну, да, показатель, как надо работать, какие защитные действия, никаких ударов у меня. Какую избрать тактику? Да, Джей, под шаг вперед, хорошее защитное действие демонстрирует Агей и Даньяр. Да, наглядно демонстрирует. Последняя минута у нас сейчас идет третьего раунда. Раунда, рисовая категория 71 килограмм, Серченков Глеб, Приморский край и Агаев Даньяр, Сахалинская область. Ну, под нашим подсчетом бой ведет сейчас Агаев Даньяр, Серченкову Глебу надо сейчас что-то такое сделать, чтобы переломить, да, вот такой-то лаки панч, да? Ну, вряд ли он успеет, осталось полминуты. И я вижу, что не использует вот Глеб силы удара, то есть не прячет вот сильный свой удар. У него все удары вот с одной силой как-то на месте. Что джеб, что удар задний, что кросс, что снильдов. Чуть похитрее. Вот, легко от них уходит. Агаев Даньяр. Да, бой походит к логическому завершению. В скором времени мы узнаем имя победителя. Да, вот Даньяр со своим тренером обсудили бой. Вот, видим то, что Даньяр Агаев уверен в своей победе. Победа лежал и стал победителем первенства Дальневосточной федерального округа среди юниоров 17-18 лет. Боксер Синева был, Даньяр Агаев, Сахалинская область. Ну, заслуженно выиграл. Поздравляем Даньяра с уверенной победой. Нам остается пожелать ему успешного выступления на первенстве страны. Первый столб Сахалин, второй столб Чемитов, третий столб Порисовский, четвертый столб Популик. Ну, сейчас начнется одиннадцатый бой сегодняшней программы. На лифт выйдут боксеры в тяжелой юсовой категории до 86 килограмм. Иван Бадянский, Амурская область и Дмитрий Тарасов, Республика Саха-Якутия. С нетерпением ждем мы этот бой. Представитель нашей республики представлен. Представляем боксеров, Иван Бадянский, Амурская область и Дмитрий Тарасов, Республика Саха-Якутия. Представляем боксеров. Красного уровня Иван Бадянский, Амурская область. Представляем боксеров, Иван Бадянский из Амурской области, его соперник Дмитрий Тарасов, Республика Саха-Якутия. В этом весе было представлено два боксера. Встречаются сейчас в финале. В тяжелых весовых категориях, как мы отвечали, количество боксеров минимальное. Да, это как бы дебютный бой и уже завершающий финальный бой. Для боксеров, конечно, тяжело, наверное, ожидать своего боя, когда товарищи по команде уже провели три-четыре боя, а ты сидишь и ждешь своего часа. В тяжелых весах это вот нередкость провести два боя, один бой в финале. Теперь это показывает бой без разведки. Зашли сразу к активным действиям, с дистанцией хорошо работает Бадянский Иван. Вот Тарасов получил удар. Видно то, что он уже не хочет продолжать. Поехали надо повнимательнее, да, очень внимательнее. Так как рисовая категория у нас тут тяжелая. Очень удобно работает в финансе, да. Ну, скорее всего, сейчас рефери остановит двое, да? Да, но осмотрение рефери, ну тут до трех нокдаунов. Ну, видно то, что боксер не делает продолжать бой. Бой уже заканчивается на второй минуте первого раунда. Первый бой на этом соревновании, и боксеры провели даже меньше одного раунда, да? Чуть больше одной минуты на ринге. Ну, такое боксер не редкость. Ну, здоровье важнее, да. Тут было видно, что прочувствовал свою игру Бадянский Иван. С дистанцией сзади сильный, рукой через руку несколько ударов довел до цели. И считаю, что рефери правильно сделал. В этом бою ввиду явное преимущество победу держал и победителем первого сына Дальневосточного федерального подруга среди генералов. Да. В следующем на ринге представители супертяжелой весовой категории свыше 92 килограмм. Владимир Станченков, республика Саха-Якутия, и Алексей Хошев, представитель Сахалинского края. Дальневосточного федерального подруга среди генералов. У нас, как уже было сказано ранее, Станченков Владимир, республика Саха-Якутия, и Хошев, республика Саха-Якутия, и Алексей Хошев. Перед вами представитель супертяжелой весовой категории, выше 92 килограмма, и у них тоже дебютный бой. Ну, все внимание на ринг. Так, весовая категория супертяжелый вес, свыше 92 килограммов. На ринге у нас тяжеловесы. Так, бой начался. Ну, свыше 92, это больше 100, наверное, да, ребята весят? Да, больше 100, плюс 100 килограмм. Я, мой представитель весь. Владимир, вот, с дистанцией так же, с задней ручки через руку пытается достать, нащупывает свою дистанцию. Кошеву Алексею нужно дистанцию чуть поближе, чтоб доставать. Кошеву Алексею. Видим, что боксеры проводят такую разведку. У нас все форсирует, вот пошел у нас разведник. Великой, у нас разведник. Великой, университет. Университет. Великой. Великой, великий – и выех The Manif grab за кадром. Великой – нацепь. Великой – нацепь. Великой – нацепь. Несмотря на вес тут, боксеры работают на черночке, легкие на ногах. Пошев Алексей провел атаку, правда, все по защите, такая была затяжная атака, но это не детский, и успешно. Пошев нашел слабую сторону, протестовал, и сейчас попытается развить успех. Нашим боксерам следует уходить, с угла не застаиваться. Второй нокдаун. Второй нокдаун, и скорее всего рефер остановит данный поединок. Была пассивная защита, да. Как мы и предполагали, бой завершен досрочно, также в первом раунде. И нас ожидает заключительная пара, самая легкая весовая категория, до 48 кг. Отрадно, да, то что это якутский финал. Да, главарту и медаль будут оспаривать Роберт Сухарев и Максим Припузов. Ну, в отличие от этого поединка, этот бой, да, предстоящий бой не завершится в первом раунде. vídeos и будешь снижать, но в высовых категориях нокаутов очень редкий. Синий уровень, Алексей Хошев, Сахалевский уровень. В риме называется заключительная пара Максора. Насовая категория до 48 кг. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Да, к такой практике часто прибегают боксеры, когда технически уступают в мастерстве, да, скажем, поэтому стараются вот за счет выносливости, да, прессинга сбить на пыл, вот этот, минимизировать этот технический огрех свой. Ну, все равно, вот Максим чуть-чуть быстрее, да? Да, вот он на опережение работает, вот раз. На долю секунды. А, как Роберт начинает готовить атаку, вот только старт атаки, и тут же Максим опережает. Потому что он всегда на нем, вот он, как вот на сленге, он душит соперника сейчас, срезает углу, и он на нем, как только Роберт начинает действовать, он перехватывает. Ну, просчитывает на шаг вперед. Дальней рукой. О, прием, извольная борьба. Чуть не прошел в ноги, да? Да. Хорошая двойка. Да, чуть-чуть резкости не хватает Роберту. Реакция замедленная. Чуть опаздывает. Скачковый удар. Заход на ближнее, да. При кузове Максим по разнообразному. Да, вот с первого раунда начал он демонстрирует эту смену стойки. Он уже опустил руки, да? Ну, может быть, вот Максим чуть ниже ростом, да? Может, не гоняет или гоняет совсем чуть-чуть. Вот у оппонента, наверное, приходится гонять более... Да, возможно, и это сказалось. Не хватает свежести тела. Да. Потому что он много вес согнал, и вот функционально просеет. Начинает проседать. Ну, и то, что работа вторым номером, как я уже отмечал, второй номер, он больше объем работы выполняет, передвигаясь вот по периметру ринга. Конечно, вот сгонка веса – это тоже тяжелый труд, да? Да. Сгонка веса – это вот тоже... Ну, и соблюдение диеты, да? Ограничивает себя еде. Поэтому иногда боксер приезжает, а если нет соперников, боксер не виноват. Он провел подготовку, он сделал вес, пришел. Иногда бывает осуждение о том, что два боксера, вот ты выиграл, ну, а на самом деле, чем боксер готовился, боксер не виноват, что никто не приехал, не заявился, да? В первую очередь он боролся с самим собой, да? Да. Да, подготовил. Ну, и на самом деле, это тоже такой большой отпор, вот, выехать, приехать на такой турнир, такого класса в каждом своем регионе. Мы уже отмечали очень много секций, большая конкуренция, особенно в таких вот весах. 50, 56, 57, то есть. И существует проблема перехода вот из этого возраста, да, во взрослый бокс? Да, через год некоторые из них уже... Многие перспективные боксеры пропадают, да? Они заканчивают свои выступления. В чем причина, на ваш взгляд, Филипп? Перестроение, это, конечно же, разные возрастные, разные силовые. Ну, и если сейчас в юниорском возрасте ребята боксируют между собой, вот, год разницы, да, вот уже, перейдя, вот, во взрослую, да, там уже до... 40 лет. 40 лет, да, там уже различного калибра, класса боксеров. Умудренные опытом, да, физически крепкие. Физически крепкие удары, да. Удары увесистые, более шутимые, да. Многие, да, не могут перестроиться, поэтому превышают. Ну, или встает выбор между спортом и учебой, да? Да, это такой возраст, когда вот 17-18 лет он поступает в учебное заведение. Уже времени, как уже отмечали, здесь надо очень много времени уделять, после ежедневной тренировки. В рилге у нас идет третий раунд, здесь особых изменений мы не видим, также бой проходит под диктовку Прикузова, да? Кузова Максима, также чувствую себя хозяином ринга, работает вот этот на опережение в разрез, исполнение сай-степ, блок и контратака. Вот здесь вяжет, вяжет, соперника ждет команды, все выхода команды опять на разрез дистанции, опять опережение работает, но также он все три раунда вот поджимает соперника, поджимает и как будто он инициатор вот, все, как так. Вот Роберту бы с дистанции поработать, как-то остановить удар не хватает, чуть-чуть такого вот момента еще есть в боксе, останавливающий удар, останавливающий фактор. Вот этого фактора чуть не хватает Роберту, если вот Прикузов почувствовал бы этот удар, он бы уже вот так вот вальяжно не заходил на дистанцию, побаивался, чуть-чуть на это. Да, охладил бы его путь Роберт, да? Но этого не случилось, и бой. Надо отработать над силой удара Сухареву Роберту, останавливающий, и берет на ручку. Бой уже завершается. Да, вот сделать правильные выводы, сейчас особо изменить что-то в бою будет очень сложно, практически невозможно. Осталось менее 10 секунд. Вот только-только, да, Роберт начинается. Ну, уже, как говорится, поезд уехал. Ну, ждем решения, судьи, возможно, они видели что-то совсем другое, да, по-другому ракурсу, по-другому углу, то, что мы не видели. Гвата нет. Это большой опыт для того и для другого боксера. Выход в финал. Ну, в любом случае, золотая медаль остается у нас, в республике, да, путевка завоевана, как бы, задача минимум выполнена. Ну, наши боксеры всегда славились в таких весовых категориях, на отличном уровне. Победителем стал Максим Припузов, поздравляем его и желаем успешного выступления на главном соревновании страны. Поздравляем также тренеров, воспитавших, да? Да, и вложивших мало своего труда. Итак, уважаемые телезрители, первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет завершилось. Здесь национальная обещательная компания в прямом эфире показала вам все финальные бои. Напоминаем, что летом этого года нас ждут международные спортивные игры «Дети Азии», программы которых также включен данный вид спорта бокс. Напомню, что на первых играх в 1996 году свой путь в мир большого бокса начинал наш прославленный спортсмен Георгий Балакшин. Тогда он одержал свою первую значимую победу на международном уровне. И с этого момента началось его восхождение на элиту мирового бокса. Мы будем надеяться, что эти игры также будут стартом для новых имен, для новых звезд. Надеемся, что из этих 13 победителей в скором времени мы услышим имена на международном, на российском уровне, которые будут достойно защищать течь нашей страны на международных соревнованиях, вплоть до чемпионатов Европы, до чемпионатов мира, до Олимпийских игр. Хочу сказать, что данный год очень богат на соревнованиях. Уважаемые телезрители, на этом национальная вещательная компания завершает свою работу. Для вас работали комментаторы Родион Кривогорницин и Филипп Седых. Всем большое спасибо. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.